Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил судьбой ради этой встречи с тобой. Это один из тех номеров, что принесли Екатерине Усачевой уверенную победу на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки заслуженного мастера спорта России Алины Макаренко. Для Карачаева Черкесии это первое золото среди звездочек в возрасте 14 лет. Сама Катя признается, что на этих соревнованиях поставила задачу выполнить все элементы идеально. Правда, не все получилось на отлично. Но вот сердца членов жюри она покорить смогла. Я не думала, что я займу место. Вообще было очень неожиданно. Я вышла с ковра, сделала все, как могла, но что-то было не очень. И не знала, что вообще что-то займу. Ну, девочек других смотрела, они были сильные. Выступала в последнем потоке и уже шла переодеваться. И объявили то, что нужно выходить на парад. Потому что работала на тренировке, отрабатывала. Тренер помогал, подсказывал, как делать правильно. Многочасовые тренировки. Чтобы взять золото Кате пришлось, что называется, пахать на тренировках. Постоянно отрабатывать технику, равновесие, прыжки, повороты. Ведь грация, пластика и легкость, то, что так ценится в художественной гимнастике, рождаются в стараниях и труде. На тренировках мы сначала разогреваемся, разминаемся, закачиваемся, растягиваемся. Потом отрабатываем упражнения. Упражнения мы меняем, когда они уже не такие сильные. Нужно усложнять их. К нам приезжает тренер и меняет упражнения, составляет музыку. Художественной гимнастикой Катя занимается уже девятый год. В секцию ее привела мама. И Катя влюбилась в этот вид спорта. И в этом велика заслуга тренера. К слову, победу на всероссийских соревнованиях Кате праздновать некогда. Буквально через несколько дней ей предстоит выступать на турнире в Пятигорске. Больше хочется, конечно, сделать хорошо для себя, чтобы получилось хорошо, как я выступила, чтобы мне понравилось. Сделать так, чтобы завтра ты проснулась счастливой. Ее мотивации, терпению и упорству могут позавидовать многие. В особенности юные гимнастки, которые во время тренировок всегда с интересом наблюдают за Катей. Мне нравится, как она крутит повороты, стоит на элементах, прыгает в прыжки. И захваты какие у нее хорошие. Особенно захват, когда захват и обратно, ну, зад ногой. В Карачаево-Черкесии спортивная и художественная гимнастика стремительно развивается. Есть спортивные школы, есть чемпионы, которые успешно представляют Карачаево-Черкесию на соревнованиях различного уровня, в том числе всероссийского. Пять гимнастов из Карачаева-Черкесии удостоены звания мастеров спорта России. А Даниил Агамян по итогам 2023 года включен в юниорскую сборную страны.